Сразу четыре экспертных сессии прошли в Брянской областной библиотеке в рамках Славянского международного экономического форума. Одна из них – сбережение народа, сбережение здоровья. В фокусе внимания – опыт регионов по реализации национального проекта здравоохранения. В Брянской области закупается дорогостоящее оборудование, ремонтируются медучреждения и ведется огромная работа по привлечению в медицину квалифицированных кадров. Реализуется программа по обеспечению жильем медработников, выделили у нас 1 миллиард рублей губернаторам, вы знаете. Уже порядка 200 квартир закуплено, пришли к нам работать медики, в том числе в отдаленные районы, благодаря чему у нас укрепляется привычное звено и сохраняется и возобновляется работа некоторых стационарных хирургических служб, гинекологических и так далее. Как решают проблему низкой рождаемости в славянских странах, как укрепить институт семьи. Это уже площадка по нацпроекту «Демография». Я думаю, что наших гостям будет интересно посмотреть, мы с удовольствием же поделимся своими наработками в реализации нацпроекта. Безусловно, у нас есть сложности, но самое ценное, что у нас есть успехи в реализации нацпроекта «Демография». Экология направления сохранения лесов. 36 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники по национальному проекту Брянская область закупила только в этом году. Сюда приплюсуем 96 лесопатрульных автомобилей, которые приобрели в конце 2018 года. Только не за федеральные средства, а из региональной казны. Такое отношение руководства Брянской области к лесной отрасли приводит в пример другим субъектам России. С опытом Брянской области, естественно, я знакомился прежде, чем приехать сюда. И я вам скажу, что здесь сегодня достаточно высоком уровне, все процедуры проходят вовремя, никаких нареканий к Брянской области нет. Четвертая площадка в областной библиотеке – молодежная мастерская, активный гражданин. Студенты брянских фузов и СУЗов разбились на команды, чтобы выявить болевые точки в нашем обществе, обозначить главные проблемы его развития, а затем предложить пути решения. В результате молодежная мастерская сформировала перечень проектов, которые войдут в итоговую резолюцию форума. Екатерина Карманова, Владислав Пескунов, События Брянска.